всем большой привет подключилась поздороваться я на работе продвигаю джемпер сына взяла сегодня на работу думаю так быстрее пойдет дома довязывая кофточку из 9 довязывая это громко сказано девчонки начала рукав дальше продвигать уже большой проект на работу не возьмешь так что взяла джемпер кардиган джемпер довязала кардиган вот такие девчонки мои дела добро пожаловать в новый день новый блок пойдемте вместе оставайтесь будет много интересного спасибо что заходите в гости на мой канал пишите комментарии ставите пальчики вверх я очень ценю вас всех пойдемте новый день новый блок что мои дорогие повяжем немножко качество съемки оставить оставляет желать лучшего но все это у меня такой продвигаем вяжем благо на работе можно повязать такие девчонки дела делишки все немножко устаканилась школа вроде бы вошла в свое русло так что будем вязать квас по нафтогазу пройден перевелись мы так что одна головная боль отпала уже остался огород вяжем пояжем и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Жилет, гитара, а дома никого нет, ушел гулять. Какие уроки. Мне нужна свобода, я хочу отдыхать. Ну, понятно. Этот умирает тоже без мамы. Но без нас никак. На нас, женщинах, все держится, да, девчонки? Сейчас буду тебя кормить, не спеши. Буду тебя кормить, не переживай. Все, девчонки, пошла первым делом кормить кота. Это я. Потом уже переодеваться, а то, не дай бог, помрет без корма. Да, Гарри, ты ждал меня, да? Свет, девчонки, плохой, качество съемки. Такой здесь свет в прихожке, у меня темно. Так что отключаюсь. Пошла кормить хвостатого. И заниматься домашними делами. Нет, сначала передохну немножко. Приготовила себе чаек. Девчонки, сейчас попью. Потому что делаю проворот. Вы сами видели, зашла. Разгордеяж. Это у нас сегодня четверг уже. Уже накопился беспорядок. Нужно пылесосить, потому что до воскресенья, когда я буду убирать, не доживет. Так что вязание отлаживается. Но села я в своем уголочке. Здесь именно столики. На столике стоит корзинка. И в корзинке ниточки мои. Вот сижу. Пью чаек. Ой, девчонки, на руки я снимаю. Увидела моточек, достала. Я за него забыла. Думаю, что мне с него сделать. Это, конечно, синтетика с синтетикой. Но интересный. Такой на ниточке. Такое. Сейчас возьму другую руку. Приспособлюсь, чтобы было поудобней. Ниточка. На ниточке такие ворсинки. И на них такие крапушки, скажем так, как ватные. Я ее взяла тоже. Хорошая скидка была. Взяла упаковочку, пять штук. Давненько я его взяла. Но где-то у меня видео есть. Думаю, что мне с него сделать. Здесь, конечно, синтетика галимая. И меня посетила девчонки мысль одна. У меня в голубых оттенках разная пряжа есть. Есть такая. Есть ангора голд стар с пайетками. Есть у меня нако акрил с люрексом. Есть у меня махер цвета петроль. Петрольный такой. Что еще у меня такое есть, девчонки? Что-то у меня еще одно есть. Есть у меня махер белый, что Анечка мне дарила. Можно такую замутить джемперок. Вот села, девчонки, перезагрузилась. И идейка побежала в голове. Я помню, когда-то у нас магазинчик есть в городке. Он дороговатый. Но там такие в единичном экземпляре интересные вещи попадаются. Там был джемпер один, связан полосками. И полоски были разнофактурной пряжей. Он такой красивый был, но цена на него, как крыло от самолета. Он стоил 1800 гривен где-то три года назад. Я на него посмотрела. Это вообще ползарплаты минималки тогда было. Нереально. А что там вязать? Состав искусственный, потому что там тоже такая всякая фантазийная пряжа. У меня с пайетками есть. Не с люрексом, а с пайетками. Да. Голдстар с пайетками. Правильно я говорю. Вот такого тоже голубого. Вот можно будет замутить. Но голубое оно будет как-то все сливаться. И я придумала вот на ходу, девчонки. Кручу-верчу. И мысль пришла. Добавлю я его, развелю полосками белого махера. Хороший будет джемпер. Просто полосатик. По типо наволочке. Вот такая идея. Каназ ему такой, чтобы был такой он интересненький. Вяжу, свяжу, наверное, пятерочкой или шестерочкой с пиццами. Маечка у меня уже есть. Маечку я взяла для подъемки. Так что будет у меня новая идея. Вот как полезно иногда, девчонки, взять паузу и перезагрузиться. Вот я взяла паузу, перезагрузилась. Кофе-пауза у меня. Выпью кофеек. Сем конфетку. И убой. Ну, уже у меня новая идея. А то я думаю, что я буду вязать. На осень уже я планы построила. Может, даже не на сентябрь, а на октябрь включу в планы свои вязальные. Это джемпер. Потому что пока свяжем мы такие. Может, в конце ночном или в ноябре. Так, девчонки, что-то там кот у меня шуршит. Наверное, добрался в пакет. У меня там колбаса все побежала. Девчонки, колбасу спасла. На стрессе улеглась. Думаю, что готовить, что готовить, что приготовить. У меня сын, мы вдвоем сына, он у меня так плохо кушает. Наверное, я приготовлю макароны по-флотски сейчас. И фарш же у меня есть. У меня так часто бывает. Мона еда. Размораживаю кусочек фарша. Фарш замораживаю такими пластинами. Делаю суп с рикадельками и макароны по-флотски. Сын хорошо кушает, ему нравится. Ну, а мне что? Главное, чтобы он ел для его готовишь. Сама бы, может быть, и не покушала, когда диету себе сделала. Но нужно сыну готовить. Так что, девчонки, приняла горизонтальное положение, чтобы придумать, что готовить. Испеку шарлотку. Что здесь у меня? Тушь отпечаталась? Нет, не тушь. Летела на велике, вся мушка в глазах была. Очки забыла дома. Так я полные глаза мушки. Вот, девчонки, такие дела. Что-то я подустала. Подустала. Уже конец недели кончаются силы. Уже не те годы, не то здоровье. Бываешь, по молодости переделаешь всего. Я же говорила, девчонки. А сейчас что-то силы покидают. Хочется больше времени проводить со любимым хобби, вязание. Хочется меньше времени уделять кухне. Но не получается. Вот. И что у меня по времени, девчонки? Я уже 15 минут бездельничаю. Кофе выпила. Кота накормила. Сын еще гуляет. Пошла я работать. Что, лежи-не лежи. Нужно мне сейчас попылесосить. Пыль в этой, вытереть везде. Полы протереть. Приготовить. Покушать. Потом вечером. Уроки. Какое я хотела сказать, повязать. Уроки выучить. А потом уже, возможно, повязать. Все, девчонки. Побежала. Прямо сейчас встаю и бегу. Чтобы вы мне поверили, что я уже сейчас бегу работать. Под лежачий камень вода не течет. Нечего расслаблять булки. Вставай, Валюха. Работай. Все. Пошла работать. Гарри, ты вязать будешь помогать, да? Пришел девчонки, сидит, не поймет, что делать. На пути ему стоят нитки. Снимаю для вас видео. Не поймет, что делать. Куда идти, да? О, вязать не будешь? Не будет. Буду вязать. Я никому не отдам такое богатство. Никому не отдам такой шедевр. Какая красота. Ну, я же на этом не успокоилась, девчонки. Справилась с домашними делами. Приготовила покушать. С сыном выучили уроки. Он снова пошел погулять немножко во дворе. А я достала всю пряжу в голубых оттенках и таких фактур, которые бы подходили под мою задумку. Махерчик у меня еще есть. Белого махера у меня две штуки. Спасибо большое моей подружке Анне Гореловой. Анна, привет, если меня смотришь, придется в пору мне твой подарочек. Твой махер, что ты присылала мне кофточка, которую я вязала, эту березкину свою. Кофту кардигана, но у меня осталось два моточка неприспособленных. И я их приспособлю, наверное, в этот джемпер такой полосатый, полосатик, с фактур разных. И что у меня, девчонки, из наличия, сейчас посмотрим, что у меня есть из пряжи. Эту красавицу, я уже вам показывала эту пряжку. Она немножко, да, такой грязно-голубый цвет правильно передает вам. Камера все точно такое. Вот такая фантазийная. Нако у меня такой, девчонки. Это тоже акрил с голубым люрексом. Фантазийная, она такая, как спиралька. Можно опустить полосочку, такой будет. Дальше. Эта пряжа уже снята с производства. Астрахан, у нее хороший состав. Вот бы связать с нее сейчас, девчонки, такую курточку. Здесь состав, но уже его не найти. Может, где-то в остатках есть. Пряжа теплая. Классная. Сейчас попробуем навести резкость. И почитать, что здесь у нас есть. Махер, шерсть. 12% махера, 82% шерсти, девчонки, 6% нейлон. Поистине царский состав. У меня моточек такой. Такой и моточек коричневый. Есть такой. Где-то я в остатках тоже в онлайн-магазине забрала. В оффлайн. Дальше у меня есть Нако Симли. Такой, скажем. Тоже с голубым люрексом. Что здесь у меня? Не успела поубирать. Уже что-то. Это кот лазил в мусорке. Ну, девчонки. Капец. Капец. Так. Ну, не будем отвлекаться. Дальше у меня есть Ализе Махер Классик. Такой красивый цвет. Можно его тоже полосочку пустить. Дальше у меня есть Ализе Ангора Голд Стар с пайеточками. Можно приспособить ее. Будет красиво. И Махерчик. Такой длинноворсистый. Я думаю, девчонки, будет классно, да? Интересная такая задумка. Мне так кажется, что что-то можно замутить и связать эти ниточки. Потому что у меня их не всех в таких количествах, чтобы можно было связать готовые изделия. Этот один, этот один, этих пять, этих пять, один, один и один. Чтобы не покупать, а связать что-нибудь такое интересненькое. Вот, девчонки, я вдохновилась такой кучей. Я далеко прятать не буду. Сейчас сложу его в пакетик. Пряжная корзинка здесь у меня дома занята процессами, что довязываю. И на работе занятая. Так что я соберу все в один пакетик и положу в свой пряжный шкафчик, в пряжный пенальчик. Чтобы оно у меня было сверху, чтобы, как только я справлюсь со своими процессами, начала вязать этот же пирог. Как раз к зиме, девчонки, и свяжу, наверное. Красивое такое сочетание цветов. Думаю, будет интересно. Махера две штучки, по-моему, я не сказала белого. Так, девчонки, на этой ноте буду с вами прощаться. Желаю вам вдохновения, здоровья, добра, позитива, гармонии с собою. Чтобы у вас были хорошие дни. Так, как, например, сегодня у меня пришла с работы и вдохновилась. Села на кофе-паузу, увидела моточек. И сразу побежали мысли, побежали идеи. Я придумала себе новый процесс, который буду вязать этой осенью. Всем спасибо, мои дорогие, что были со мной. Спасибо, что заходите в гости на мой канал. Пишите комментарии, ставите пальчики. Не забывайте подписываться. Мне это очень-очень важно. Я дорожу вами. Всем пока-пока. До скорых и новых встреч, мои дорогие. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в гости на мой канал. Связала я образец. Хоть примерно посмотреть, что да как оно будет. Ну, пока мне все нравится. Фактура видна. Здесь пряжа и тоньше, и тоньше. Я вязала на спицах пять. Мне пока все нравится. Вот, думаю, он не яркий такой. Ну, здесь забыла добавить беленького, но... Чтобы он не только был очень голубой, и чтобы с пробелами. Длинные полоски я делать не хочу. Такие по пару рядочков. Будет интересно, девчонки, но... Еще интереснее будет прятать кончики. Да? Вот работы будет. Связать, а потом еще кончики прятать. Ну, будем думать. Самое главное, что я увидела, что получается. Девчонки, ну, всегда так. Прошу прощения. Все, я попробовала. Мне понравилось. Можно все сложить. До лучших времен. До времени. Все, девчонки. Пока-пока. Пока.